Ненцы – коренное население Европейского Севера и Северо-Западной и Средней Сибири. Живут в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, в северных районах Республики Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, в Тюменской области, а также в Таймырском округе Красноярского края. Ненцы – мудрый народ. Мудрости они учатся у природы. Их так и называют – дети природы. Они никогда лишнего не берут у природы. Они ловят столько рыбы, сколько могут съесть, собирают столько ягод, сколько могут унести, не губят даже травинку попросту. Если семья идет по тропинке от стойбища к стойбищу, идут по одной тропинке, лишнюю тропинку не топчут, не ломают деревья, цветам только радуются. Само название ненец переводится как «человек». Такое имя за представителями этноса закрепилось относительно недавно, с 1930 года. В старину же их величали самоедами. Считается, что так жителей тундры прозвали за древние обычаи культового людоедства. В старинных приказных ведомостях встречается также слово «сыроядцы», то есть употребляющее сырое мясо. Немцы называют себя детьми оленя. Это животное дает им не только пищу и одежду, но и смысл существования. Считается, что стадо до ста голов обеспечивает хозяйство всем необходимым. Немцы даже говорят – олень приносит счастье. Однако спрашивать ненца о том, сколько у него голов в стаде, считается неприличным. Представителям народа свойственны скромность и молчаливость, игнорирование вопросов, которые не нравятся. Средством передвижения в тундре круглый год служат нарты. Это узкие сани делают из ели или березы. Основное занятие ненцев, начиная с XVIII века – оленеводство. Вся их жизнь подчинена ритму движения животных в поисках пропитания. Летом на север, зимой на юг. Перегонять стадо помогают лайки. Традиционными занятиями ненцев также являются охота и рыболовство. На пушных зверей ставят ловушки пасти, капканы или петли. Из птиц не охотятся только на чайку, которая считается священной. Рыбу ловят сетями и неводами с лодок. Зимой пробивают лед и колют добычу острогами. Передвигаются по тундре оленеводы обычно несколькими семьями. Так проще следить за стадом. Несколько традиционных жилищ, чумов, составляют стойбище. Связали шест с другим шестом, потом еще с одним шестом, покрыв оленей шкурой. И вот готов ненецкий дом. Мы чумом этот дом зовем. Он дарит нас своим теплом зимой суровой, хмурой. Установка чума – традиционно женское занятие. Выбор места зависит от времени года. Зимой жилища стараются укрыть от ветров. Летом ставить на проветриваемых возвышенностях. Для его сооружения используют до сорока шестов. Зимой чум покрывают оленями шкурами. Летом – берестой. Для ненцев их жилище – модель мира в миниатюре. Отверстие наверху символизирует связь с Солнцем и Луной. Шесты – воздушную сферу, окутывающую Землю. Считается, что чем просторнее чум, тем богаче семья. Достаток можно определить также по вершине жилища. У битников она остроконечная. Внутри жилища все подчинено своей логике. В центре горит очаг, на котором готовят пищу. По обе стороны от него организуют спальные места. Напротив входа размещают посуду и культовые предметы. Из мебели присутствует только небольшой стол. Кроватями служат олени шкуры, расстеленные на циновках поверх широких досок. Малышей держат в люльках, наполненных сухим мхом. Суровый быт требует от каждого быть мастером на все руки. Мужчина пасет оленей, охотится, ловит рыбу. Задача женщины – рубить дрова, разжигать огонь, готовить пищу и присматривать за детьми. Куклами для девочек служат нухука – клюва уток или гусей с пришитыми лоскутами. Мальчики любят играть с рогами, ловить арканом воображаемых оленей. С четырех лет их учат готовить упряжь и управлять нартами. Основа рациона ненцев – мясо и рыба. Из-за постоянного употребления сырого мяса и крови им не грозит цинга. В условиях сурового климата это необходимо для восполнения естественной потребности в витаминах. Особо ценится парное мясо. Деликатесом считаются панты – молодые рога, пищи которых наполнены кровеносными сосудами. Ненцы любят необработанные почки и печень, язык, сердце, сычук. Они также употребляют капальхен – перегнившее мясо, кровяные оладьи – суп с мукой. Кроме оленины готовят говядину и свинину, мясо морского зверя и птицы. Зимой популярна строганина и колотушка – замороженная рыба, которую целиком разбивает о стол. Из напитков предпочитают чай, ягодные компоты и морсы, кисели. Одежда ненцев хорошо приспособлена к кочевому образу жизни. Мужчинам одеждой служит малица с капюшоном, надетая на голое тело, мехом внутрь. Непременный атрибут – кожаный пояс, к которому подвешивают нож, мешочек с огнивом и клык медведя для удачи на охоте. Мужская обувь – пимы, меховые сапоги. Женщины носят распашную шубу-панницу. Верх шьется из камусов, шкур с верхней части ног коленя, мехом наружу, низ – из песца. Панницу украшают меховой мозаикой, кистями и кантом. Поверх надевают чехол с сукна с орнаментом, подпоясываются длинным поясом с медным кольцом-пряжкой. Меховой капор надевается отдельно. Немцы верили в духов, хозяев неба, земли, огня, рек, явлений природы. Верховное небесное божество Демиург-Нум управлял миром при помощи других божеств и духов, а его жена, я небя, мать земли, старуха и покровительница, рождающая и хранящая все живое, оберегала дом, семью и очаг. Священным деревом считали лиственницу. Шаманство тесно связано с древними религиозными представлениями ненцев. Обычно звание шамана передавалось мужчине или женщине по наследству. День оленевода традиционный ежегодный национальный праздник ненцев, связанный с их хозяйственной деятельностью. Он устраивается в масштабах района или округа, проходит обычно весной. На него собирается большое количество людей. На этом празднике из национальных видов соревнований наиболее распространенными являются гонки на оленьих упряжках, метание аркана, топора, прыжки через нарты, перетягивание палки. Ненецкий народ оставил свой бесценный след в культуре великой страны, ведь они сберегли чудесные, мудрые сказки. Три сына. Жила бедная женщина. Было у нее три сына. Выросли сыновья, стали сильными, крепкими. А мать их застарилась. Однажды мать говорит своим сыновьям, «Дети, пора вам самим эти счастья себе искать. Кто не ищет, тот ничего не находит». Первым собрался в путь старший сын. Напекла ему мать на дорогу лепешек и сказала, «Ешь эти лепешки, от них у тебя силы прибавятся». Пошел старший сын, шел, шел, проголодался. Достал он испеченные матерью лепешки, но есть не захотел. Лепешки совсем черствыми стали. Рассердился сын на мать, выбросил лепешки и пошел дальше. Видит, вдали маленький чум показался. Ближе подошел, собака залаяла. На лай собаки из чума вышла старушка. Увидела она юношу и говорит, «Заходи в мой чум, ты, наверное, проголодался». Накормила старуха юношу и говорит, «Здесь можешь ты найти счастье, но только слушай меня хорошенько. Недалеко от моего чума есть глубокий родник. Когда настанет ночь, вступай к этому роднику. Много звезд увидишь ты в нем. Если сумеешь все звезды вычерпать, найдешь свое счастье». «Ну, это совсем просто», сказал юноша, «легко справлюсь с этой работой». Когда настала ночь, взял старший сын ведро с веревкой, пошел к роднику и принялся за работу. Долго вычерпывал он звезды из глубокого родника, утомился. Заглянул на дно, а там по-прежнему горят звезды. Рассердился юноша, подумал, посмеялась надо мной старуха, «Разве можно вычерпать из родника так много звезд?» Бросил юноша ведро и вернулся домой. Ничего не сказала ему мать, только головой покачала. Пошел на поиски счастья средний сын. Шел он долго, проголодался, достал испеченную матерью лепешки, не понравились лепешки и среднему сыну, выбросил он лепешки и пошел дальше. Вскоре увидел он маленький чум и пришел к той же старухе. Старуха повела юношу в чум, накормила его и сказала, «Здесь ты можешь найти свое счастье, только не делай так, как твой старший брат, работай хорошенько». Ночью подошел юноша к роднику. Увидел там очень много звезд, опустил он ведро на дно родника и стал вычерпывать звезды. Долго работал, утомился, спина у него заболела. Посмотрел юноша в родник, а там по-прежнему было много звезд. Рассердился он и подумал, как и над моим братом посмеялась надо мной старуха, разве может кто-нибудь за одну ночь вычерпать так много звезд? Бросил юноша ведро и вернулся домой. И ему ничего не сказала мать, только головой покачала и слезы показались у нее на глазах. Настал черед отправляться на поиски счастья младшему брату. Будь настойчивым и трудолюбивым сынок сказала ему мать не делай так как твои старшие братья. Долго шел младший сын проголодался. Достал он испеченные матерью лепешки лепешки оказались очень черствыми но юноша не просил их а стал есть. Потом пошел дальше. Солнце уже опустилось низко когда дошел он до маленького чума. Залаяла собака навстречу юноше из чума вышла сгорбленная старуха. Она повела юношу свой чум и стала его угощать. Но юноша достал свои лепешки и сказал у меня есть лепешки они для меня вкуснее всего испекла мне их на дорогу моя мать и он начал есть лепешки испеченную матерью. Как только наступил вечер младший брат принялся за работу. Много раз опускал он ведро в родник пот с него так и очень долго работал юноша разболелись у него руки болела спина но он не бросал работы и продолжал вычерпывать звезды. Вдруг ведро его ударилось обо что-то твердое посмотрел юноша в родник видит вся вода вычерпана а вместе с водой исчезли из родника и звезды. Настало утро на небе показалось солнце оно ярко осветило всю около опустевшего родника но он был счастлив работа была закончена большое дело выполнил ты юноша сказала старуха на дне этого родника под водою злой волшебник Нелека прятал от солнца свое сердце теперь солнце сожгло сердце Нелеки и он умер больше не будет он отнимать олени из стада у бедных оленеводов и разорять наше пастбище теперь все его стойбища все стада снова будут принадлежать нам обрадовался младший сын услышав такие слова он созвал всех бедных людей и отдал им пастбище и олени стада принадлежавшие злому Нелеки среди бедняков была и его мать с благодарностью посмотрел на нее младший сын ведь это она воспитала в нем любовь к труду и упорство в достижении цели олененок весна пришла в этом году ранняя бурная осели сугробы на склонах сопок по оврагам ручьи побежали кустарники снежные шапки стряхнули и головы к солнышку тянут хорошо в тундре стало весело дни сделались длинные светлые олени двинулись к ледовитому морю океану там комаров поменьше спокойно идут и по сторонам не оглядываются в светлую пору им даже волки не страшны а маленькие оленята носятся в запуске или затеют в прятки играть за сугробы друг от друга прячутся один олененок далеко убежал от своих товарищей под большим сугробом затаился попробуй найди меня но вдруг тучи неба заволокли завыл злой ветер закрутила метель снег поднялся стеной до самого неба сугроб где олененок прятался в один миг превратил в пещеру из нее в такую погоду и носа не высунешь боязно темно и ветер воет так страшно ууууу сколько времени прошло может день может два а может и еще дольше кто знает олененок был маленький и определять время как это делают все взрослые он еще не умел наконец утихла метель Выглянул олененок из своей снежной пещеры. Кругом снег и снег. Оленей не видно. Совсем один в тундре остался олененок. Вылез из сугроба, встал на свои маленькие ножки, оглянулся по сторонам и горько заплакал. Но тут что-то ласковое, теплое коснулось его глаз, согрело лоб, высушило слезы. Это солнышко раздвинуло хмурые тучи и послало олененку свой лучик. Обогрело солнышко олененка и сказала, не плачь, малыш, иди на север. Все время на север, пока не выйдешь к большой реке. Там и найдешь оленей. А я тем временем растоплю снег в тундре, чтобы идти тебе было легче. Обрадовался олененок, поблагодарил доброе солнышко и побежал на север догонять оленей. Сколько он так бежал? Может день, может два, может еще дольше. Кто знает? Только однажды постречался на его пути волк. Увидел волк-олененка, облизнулся и думает, этого олененка я съем. Но волк был еще и очень хитрым, поэтому он подошел к олененку и спросил ласковым голосом. Куда это ты идешь, малыш? Я иду на север, отвечает олененок. А почему ты один идешь, снова спрашивает волк. Была пурга, и я отстал от своих родителей, от братьев и сестер. Теперь их догоняю, отвечает олененок. Какой глупый олененок, подумал волк. Сейчас его и есть-то не стоит. Уж больно мал и худ. А мне такой на один зуб только. Пойду-ка я с ним. Он меня приведет туда, где других оленят полно. А вслух говорит. Плохо в тундре одному. Одинокого всякий может обидеть. Я тоже иду на север. Хочешь, пойдем вместе. Я тебя буду защищать. Да идти вдвоем веселее. Согласился маленький олененок. Конечно, пойдем вместе. Сколько времени они так шли, кто знает. Может день, может два. А может и еще дольше. Каждый раз на привале смотрел волк на спящего олененка и раздумывал. Можно бы его и сейчас съесть. Да не знаю, где других оленей искать. Нет уж, лучше подождать. Однажды проснулся олененок. Поднял голову. Смотрит, блестит что-то впереди. Скочил он на ножки. Да это же большая река. По воде льди наплывут. А далеко на другом берегу маленькие черные точки виднеются. Вгляделся олененок хорошенько. Да это же олени. Нашел он своих родителей. Обрадовался олененок. Побежал к реке. Вскочил на льдину. С нее на другую перепрыгнул. С льдины на льдину. Вот он и на другом берегу. Увидел волк, что добыча уходит. Бросился вслед за олененком. Подбежал к берегу реки и кричит. Куда же ты? Не оставляй меня одного. А ты делай, как я, отвечает олененок. Прыгай с льдины на льдину. Прыгнул волк на первую попавшуюся льдину. А она под его тяжестью перевернулась. И пошел волк ко дну. Так и спасся олененок от волка. А когда прибежал он к оленям, те кружили его обрадовались, что вернулся живым и невредимым. И опять олененок стал бегать и играть со своими братьями и сестрами оленятами. Но больше никогда от них далеко не убегал. Человек и собака Жила в лесу собака. Скучно ей стало одной жить. Пошла она себе товарища искать. Идет раз собака по лесу, а навстречу ей бежит заяц. Собака ей говорит. Зайчик, давай вместе жить. Что ж, отвечает зайчик, давай. Стали они жить вместе. Настал вечер. Легли спать. Вот ночью собака залаяла. Заяц проснулся, испугался и говорит. Зачем ты лаешь? Придет волк и съест нас. Как услышала эта собака, подумала. Плохого нашла я себе товарища. Трусливое у зайца сердце. Волк, наверное, никого не боится. И пошла собака по лесу волка искать. Долго ли, коротко ли шла. Навстречу ей бежит волк. Собака волку и говорит. Волк, давай вместе жить. Что же, отвечает волк, давай. Наступил вечер. Легли они спать. Заснул волк. В самую полночь залаяла собака. Проснулся волк, испугался. Стал собаку бронить. Зачем ты лаешь? Придет медведь и съест нас. Как услышала эта собака, подумала. И волк не очень силен, если медведя боится. Медведь, наверное, всех сильнее. И пошла собака по лесу медведя искать. Долго ли, коротко ли шла. Навстречу ей идет медведь. Собака и говорит. Медведь, давай вместе жить. Что же, отвечает медведь, давай. Как завечерело, легли спать. Заснул медведь. В самую полночь залаяла собака. Проснулся медведь, испугался. Стал собаку бронить. Зачем ты лаешь? Придет человек и убьет нас. У человека ружье есть. Как услышала эта собака, подумала. И этот трус. Не годится он мне в товарище. Вот человек, наверное, никого не боится. И побежала собака человека искать. Долго ли, коротко ли шла. Встретила человека. Он в лесу на охоте был. Собака и говорит. Человек, давай вместе жить. Давай, говорит человек. И повел человек собаку к себе в чум. Настал вечер. Лег человек спать. В самую полночь залаяла собака. Проснулся человек. Не испугался. Закричал. Если хочешь есть, собачка, поешь. Только мне спать не мешай. Видит собака, что человек никого не боится. И стала жить вместе с ним. Так до сих пор и живет. Субтитры создавал DimaTorzok